Всем привет, меня зовут Алена и вы меня очень часто спрашиваете, как начать здоровый образ жизни, как начать питаться правильно, как начать заниматься регулярно спортивными упражнениями, тренировками и так далее. И я хочу с вами как раз таки об этом поговорить, потому что мне кажется сейчас самое время, потому что начинается такая пора осенняя, когда вы уже забываете о том, что лето это легкость, лето это отдых, а вступаете в какую-то, знаете, повседневную рутину, в которой можно найти место для таких дел, как пойти в зал, приготовить себе крутой ужин или приготовить себе крутой обед, приготовить себе крутой завтрак. То есть вы действительно находитесь в том состоянии, когда вы готовы быть работоспособным и, в общем, заниматься своей жизнью. И все мы понимаем, что мы начинаем с разного опыта и с разных уровней, то есть кто-то до этого уже пытался правильно, кто-то до этого уже занимался в зале, у кого-то уже есть абонемент туда. И нужно понимать также, что все мы можем оставаться вдохновленными нон-стоп, 100% времени, 365 дней в году, и это просто не будет. И вы должны, мне кажется, это вот прям перед тем, как вы это во все вступать, понимать это. И также нужно понимать, опять же, что у каждого свой опыт, как я уже сказала, и не стоит ориентироваться на своего ближнего, который может иметь абсолютно, например, другие какие-то результаты, другие цели, которые он имеет. И тем самым вы себя не будете подгонять. То есть я хочу, чтобы вы вот в начале этого видео поняли, что все максимально индивидуальное и все, что хотите вы, это то, что хотите именно вы. То есть не все хотят похудеть, или наоборот, не все хотят набрать вес, не все хотят питаться правильно и не все хотят заниматься. Но если вы этого хотите, то это уже ваша цель, которой вы можете идти, которую вы выбираете идти и которую вы хотите достигнуть. И помните о том, что это все-таки ваша дорога и это именно путь. Как бы это странно сейчас не звучало, наверное, из моих уст, потому что это действительно путь, который не достигается в один-два дня, это достигается действительно с долгим временем работы над собой, работы с тем временем, которое вы имеете, с теми возможностями, которые вы имеете, с тем делом, которое вы имеете и так далее. Не будьте слишком строги себе, потому что вот эта строгость, какая-то вина за то, что у вас что-то не получилось или что-то пошло не так, это абсолютно делает вас демотивированным и останавливает ваш прогресс 100%, поэтому будьте к себе более, я хочу сказать, палайт, более вежливыми, более терпеливыми, более понимающими и все будет хорошо. Первое, что хочется сказать, это определить для себя, что для вас здоровый образ жизни. Что вы понимаете под этим и какие цели ставите этому понятию. Возможно, вы хотите видеть каким-то определенным образом свое тело. Также не забывайте о том, что очень важно, как вы его чувствуете, сколько энергии вы в себе чувствуете, насколько вы чувствуете даже энергию не столько в плане силы, а столько в плане общения с кем-то, внутренней, вот этого вот баланса. Есть ли он у вас, нет ли он у вас, имеется ли это у вас как цель, потому что для меня на самом деле самая большая цель именно здоровый образ жизни, это все-таки поддержание определенного уровня энергии во мне, чтобы я могла снимать видео, одновременно с этим общаться с людьми, одновременно с этим ходить в зал и так далее. То есть мне действительно какую-то активность не мыла и при этом не чувствовать себя убитой, уничтоженной, очень расстроенной и так далее, потому что так или иначе это все вместе складывается и выливается не всегда в самое лучшее. И иногда в попытках просто похудеть, а-ля прикрывая здоровым образом жизни, мы, к сожалению, забываем совсем о том, в чем это может потом нам проявиться. Здоровый образ жизни все-таки в первую очередь для меня это гармония, это баланс и баланс даже не только в плане еды и в плане физкультуры, ну не физкультуры, окей, а какой-то активности дневной, но это также наслаждение, наслаждение тем, что мы имеем. То есть вы не должны противоречь себе в этом пути, потому что когда вы ставите себе какие-то блоки или делаете то, что вам не нравится, скорее всего вы не будете делать это долго. И нужно это понимать, то есть действительно нужно это понимать, осознавать и уметь использовать. Давайте перейдем к такому пункту, как еда, потому что, наверное, для многих людей это будет базовый пункт, потому что многие именно здоровый образ жизни ассоциируют именно с ним. И что хочу сказать, это не делать еду культом. Еда это просто еда, еда это просто энергия, которая нам дается из продуктов для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы наслаждались, для того, чтобы мы исполняли наши мечты, для того, чтобы мы радовали, для того, чтобы мы ходили в кино, для того, чтобы мы жили полноценной жизнью. Еда это не конечный пункт, это начальный пункт. И не нужно делать все ради еды, не нужно делать все, ну не знаю, в общем, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Еда это не последний пункт, еда это первый пункт, который нас просто наполняет и дает нам силу на то, чтобы мы делали нашу жизнь прекрасной. Я думаю, вы замечали, как очень поднялась тема для многих расстройства пищевого поведения, как начали это все пропагандировать. В том плане, что вот мы все вылечились, вот то, вот третье, вот десятое. И сейчас какая-то нездоровая волна снова пошла с этим питанием, и я этому немножко даже напугана на самом деле, потому что подрастает новое поколение, которое снова будет в этом улечено, как мы когда-то в течение того, что надо похудеть. И я хочу вам сказать, что будьте осторожны со всеми людьми, на которых вы подписаны, тех людей, которые вы слушаете и так далее, это все может так или иначе как-то на вас сказаться. И также по поводу еды хочется сказать, что из-за того, что у каждого из нас разный распорядок, не только внутренний, но и внешний, а-ля у кого-то работу, учеба и так далее. Плюс даже вы, я думаю, за собой замечали, что вы не всегда хотите ужинать, вы не всегда хотите завтракать. Ну, конечно, большое время, может быть, вы хотите, но бывают такие дни, когда вы хотите либо побольше поесть, либо поменьше, и нет такого же человека, который в этот же день, скорее всего, будет чувствовать то же самое. Поэтому слушайте себя и понимайте, что работает только то, что работает на вас. Поэтому слушайте в первую очередь всегда себя. Если вам хочется сегодня поесть побольше, сделайте это и не мучайте себя мыслями. Хочется сказать, наверное, немножко обо мне, потому что я когда училась, когда работала, я брала с собой думание, это очень нравилось, мне было так комфортно. И так как сейчас я имею возможность, ну, почти всегда находиться дома, например, когда я хочу поесть и так далее, то есть для меня больше всего работает это именно слушать себя. То есть я понимаю примерно, что я хочу и что я буду есть, и я могу это как-то контролировать. И какой-то я секунду говорить об еде, то могу, собственно, сказать, что больше овощей для меня прекрасно работает, потому что я их очень сильно люблю. И сейчас я хочу внутренне, мне кажется, начать больше есть круп, и я буду это делать, я буду варить супы. Я прям уже жду осень, чтобы варить супы, и вот осень настала. И я очень надеюсь, что мое питание все-таки будет еще более становиться сбалансированным и более, я бы сказала, честным для меня и комфортным для меня. То есть более энергетически дающим мне силы. Но это все будем работать, это все будем пытаться, все мы будем учиться, и это нормально. Еще хочу посоветовать вам, пробуйте раз в неделю есть что-то абсолютно необычное для вас, для вашего рациона. То есть, например, если вы ни разу не пробовали соевое мясо, попробуйте соевое мясо, к примеру. Или если вы ни разу не пробовали копченый тофу, попробуйте копченый тофу. В общем, что-то в этом роде, потому что для меня это очень круто работает и помогает моим рецепторам получить что-то новое, получить какие-то новые эмоции. Потому что привычная еда все-таки она дает нам и чувство комфорта с одной стороны, и с другой стороны уже чувство чего-то неинтересного. Сто процентов слышали этот совет, находите альтернативу вредному. То есть, если вам нравятся чипсы, окей, выберите какие-нибудь овощные чипсы и так далее. То есть, если вам нравятся жареные овощи или вам нравятся жареные картошка, попробуйте приготовить ее как-то по-другому. Тут даже объяснять ничего не хочу, потому что, думаю, вы это прекрасно знаете из меня. Если пойдете куда-то с друзьями, знаете, что там будет вредно еда, знаете, что, скорее всего, вы ее поедите, то, например, ради баланса попробуйте всю неделю до этого есть более адекватно сбалансированные и так далее, чтобы потом чувствовать себя адекватно в организме себя, нежели как если вы выпитали всю неделю не очень хорошо, и потом снова не очень хорошо поели. И от этого и уровень гормонов будет, так скажем, бегать, летать. И вы не будете чувствовать себя стабильно, комфортно, качественно, нежели ели более сбалансированную пищу. И еще один пункт, который вы 100% услышали, если вы не любите овощи, не любите какой-то продукт, я думаю, вы 100% это услышали, это найдите ту здоровую еду, которую вы полюбите, которая вам действительно понравится. И если вам не нравятся эти гребаные брокколи, не ешьте эти гребаные брокколи. Или если вам не нравится авокадо, не ешьте авокадо. Или, наоборот, если вам не нравится авокадо, ешьте авокадо. Слушайте себя, мои дорогие Я правда верю в то, что относительно правильное и сбалансированное питание Помогает достигать своих целей, помогает вам чувствовать себя хорошо Чувствовать себя сильным человеком, который может добиться всего, чего хочет И, соответственно, помогает достигать вам цели Поэтому для меня это даже такая больше внутренняя еще и цель Чтобы я добивалась своих целей, которые я поставила Я могла ходить на работу, я могла делать какие-то другие проекты И, опять же, не чувствовать себя супер уставшей, а чувствовать себя хорошо, комфортно в своем теле, в своем духе и со своей энергией Хочу сказать пару слов о подсчете калорий Я обычно калорий не считаю, но бывают пару дней в месяц, когда я все-таки скачиваю снова этот калькулятор калорий Я подсекрет себе скачиваю и просто чекаю, насколько сбалансированно я питаюсь за эти дни Чтобы просто примерно проверить, насколько я съедаю белков, жиров, углеводов, калорий не считаю И примерно сообразить, возможно, в какую сторону мне стоит больше направить свое внимание И на следующий день, например, с этим поработать Говоря о витаминах и минералах, я хочу прикрепить видео Насте Нереально крутое, просто его посмотрите Говоря о себе, то я сейчас принимаю омега-3, D3, B12, принимаю витамины А, Е и все Вот такой вот мой комплекс Но это чисто индивидуально И я знаю, что D3, B12, омега-3 желательно употреблять всем Так как они все-таки у нас в дефиците Почти у всех людей И говоря о спорте То есть, опять же, я думаю, говоря о здоровом образ жизни Все упомянули, что надо заниматься спортом И я тут хочу сказать такую вещь Найдите уже ту активность, которая вам, блин, нравится Потому что серьезно Сколько можно это откладывать Получение эндорфинов нашему телу С помощью такой интересной формы Спорт это не наказание И хождение в зал это не наказание Это удовольствие Это интересный новый опыт Я вчера первый раз пробовала побежать на дорожке Чтобы вы понимали, бегать я не особо умею, люблю И у меня получается Хотя раньше я бегала, когда готовилась к экзаменам И я побежала И это было охренительно Мне очень понравилось Я буду пробовать это снова Не знаю, сколько я смогу бегать Но, тем не менее, попробовать я еще раз хочу Вот такой вот интересный опыт Поэтому пробуйте, пробуйте еще раз, пробуйте Не бойтесь, спорт Он реально очень крутой И он не создан для похудения Он создан для удовольствия Стоит это понимать И если для вас тяжело начать чем-то заниматься Попробуйте ходить раз в неделю В какой-нибудь кружок, секцию и так далее А-ля, можно по пилатесу, йогу, растяжку и так далее Сейчас просто слишком много всего стало, чтобы этого не пробовать Или даже попробуйте сходить на скалолазание Я серьезно, это потрясающе Тело потом будет так, как будто вы три часа занимались Но это было супер как бы удовольствие В общем, я этим хотела с вами поделиться Чтобы вы немножко все-таки определили для себя картину вашего здорового образа жизни Который вы бы хотели вести и поняли, для чего он вам нужен Для того, чтобы у вас была энергия или просто красивая фигура И помните о том, что баланс, баланс, черный баланс И все мы это делаем для того, чтобы наслаждаться нашей жизнью А не для того, чтобы в ней погибать, умирать, наслаждаться Быть грустными и так далее Любите себя, любите свое окружение Любите свое тело, свое питание, свою спортивную активность И любите то, что вы делаете Ведь только так мы сможем действительно жить полной жизнью и любить ее Я вас всех очень сильно люблю Спасибо, что были со мной Если у вас есть тоже какие-то небольшие советы по поводу того, как же начать этот здоровый образ жизни Как же не то, что начать, а может быть даже как-то просто стать более осознанным, я бы сказала В понимании своей активности и энергетической отдачи В общем, делитесь вашими мыслями, я буду очень рада их услышать И я всем говорю пока-пока И увидимся с вами уже очень скоро Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok